ОЧАКОВ ТВ ПРЕДСТАВЛЯЕТ Что делать? Как это происходит? Мы сидим на бутылке. Мы из России. Мы из России. Мы сидим на бутылке. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы из какого города? Россия, Московская область. Вы поставили в поиск Украину, да? Нет, я поставила из СМИ. Ага, понятно. Ну, а как вы относитесь к тому, что происходит между Россией и Украиной сейчас? Ну, я вообще ко всем военным конфликтам отношусь всегда негативно. То есть вы осуждаете вашу страну за нападение на Украину? Я не могу сказать, что я осуждаю. Я негативно к этому отношусь. То есть вы относитесь негативно, но при этом не осуждаете? Да, двояк. Классная позиция. Вы сами-то хоть понимаете, что это за позиция? Я, например, не понимаю, как это может быть. Отношусь негативно, но не осуждаю. То есть я принимаю негатив и не осуждаю его. То есть негатив мне нравится. То есть это вид мазохизма для меня. Вот так вот, вы знаете. Нет, нет, вы ошибаетесь. Это никакой не мазохизм. Смотрите. Вы можете ближе к микрофону? Как-то я вас почти не слышу. Где у вас микрофон? Микрофон. Вот у меня здесь. Ага, что-то вас почти не слышно. Ну, может быть, что-то сломалось. Вот. Ну, смотрите. Негативно я отношусь почему? Потому что при любом военном конфликте, при любом. Неважно, между какими странами это все происходит, гибнут люди. Военные, мирные, еще какие-то, да, и все в этом. Но, если брать ситуацию, почему это все возникло? Какая разница? Слушайте, какая разница? Какая разница, почему вы напали на соседнюю страну? От того, что вы сейчас попытаетесь найти этому оправдание, разве от этого перестанут гибнуть люди, против гибели которых вы так настроены? К сожалению, на данный момент они не перестанут гибнуть. Ну, так значит, вы осуждаете нападение вашей страны на Украину? Своей страны я не осуждаю. Почему? Ну, почему? Ну, если в результате нападения вашей страны гибнут люди, о гибели которых вы сожалеете, значит, из этого логически следует, что вы должны это осуждать. Я могу вам сейчас сказать другое, что ваше правительство сделало все, чтобы сейчас гибли ваши люди. Мы же сейчас не об этом говорим, правильно? Мы говорим о вашем отношении, о вашем личном отношении к агрессии вашего же государства. Вот, вот. У меня очень много знакомых людей на Украине, в разных ее точках. Так. Вот. В одной точке говорят, грубо говоря, одно, в другой говорят другое, в третье говорят другое. Я все это понимаю. Ну, например, с людьми, и это мои коллеги, медики в Донбассе. Они спят и видят, чтобы в Акифов так просили. Потому что они восемь лет под бомбежками. Под какими... Ну, что вы мелите? Под какие бомбежки? Мне уже это смешно слышать. Восемь лет они под бомбежками. Домбили бомбас, да? О, Господи, как мне надоела эта ваша мантра, Господи. Сколько раз я вас тыкал. Сколько раз я вас тыкал носом, что не было никаких... Сколько бомб было сброшено в Донбасс за восемь лет? До начала вот вашего широкомасштабного вторжения. Как вы думаете? Сказать вам, сколько бомб было... Сказать вам, сколько было сброшено в Донбасс бомб до 24 февраля сего года. Сказать? Ноль. Ноль бомб было сброшено на Донбасс до 24 февраля сего года. И если вы откроете интернет и чуть-чуть включите, так сказать, голову, то вы это сами увидите и сами прочтете и получите эту информацию, понимаете? И не надо будет сидеть и с глупым видом хлопать глазами и говорить полные глупости, понимаете? Да вы что? Я открываю интернет. Начинаю. У меня сегодня... Откройте интернет и дайте запрос. Сколько бомб... Сколько бомб было сброшено в Донбасс за восемь лет? То, что вам рассказывают ваши знакомые, люди, они могут вам рассказывать сказки Андорсона... Они родились... Они там живут? И там работают. И что они рассказывают? Расскажите, пожалуйста. Да. Они живут что и рассказывают? Что они рассказывают? Что они такого страшного?... Они мне в 14-м, они мне в 15-м. Да, да, да! Что они вам говорили? Они мне видео, они мне фото присылают... Тогда покажите мне сейчас, чтобы я вместе с вами посмотрел на эти фото-видео. Да вы что? Да. Извините, у меня сейчас только одно. А, ну понятно, понятно. Да у вас все на словах, понимаете? Вы болтуны. Болтуны и вруны. Да. И вы так привыкли верить вашим источникам лапша на уши.ру, что вы не хотите ничего другого ни видеть, ни слышать. Сами вы, как доказательство, не можете представить ничего, что одно ваше заявление стоит, сколько бомб было сброшено на Донбасс до 20 февраля, ноль. Вы этого даже не знали, понимаете? Более того, я вас уверяю, что вас-то не заинтересует. Разумный человек после нашего разговора зайдет и проверит в интернете, были ли реально хоть одна бомба сброшена. Вы же не зайдете, я в этом уверен, понимаете? Нет, вы ошибаетесь. А, вы зайдете? Зайду, конечно. Ну, слушай. Что бы и нет? Хорошо, ладно. Смотрите, у меня есть канал на Ютубе, называется Очаков ТВ. Если вы туда зайдете, буквально завтра, вы увидите вот это видео. И там будут комментарии. Напишите, что вы там посмотрели. И убедились ли вы, что ни одной бомбы не было сброшено на Донбасс до 24 февраля сего года? Хорошо, я посмотрю обязательно. Отлично. Все, я буду ждать вашего ответа. Напишите мне, что мы с вами... Я героиня ролика. Мы с вами вчера говорили. И напишите ваш ответ. Я с удовольствием его почитаю. И зрители почитают. И скажут вам спасибо, если вы это таки... Да, прочтете. Вернее, если вы это... Получите информацию и напишите честно об этом. Хорошо. Спасибо. Все, пожалуйста, да. У меня больше к вам вопросов нет. Если у вас ко мне нет, я пойду дальше. До свидания. До свидания. Давайте посмотрим. Вот я этот ролик собираюсь выставить сегодня. Сегодня это в Украине, это 7 июля. Сегодня вот он у вас появится утречком. И посмотрим, как эта мадам зайдет на просторы интернета и посмотрит, сколько бомб было сброшено на Донбасс, когда донбили, раздонбили бомбас. 8 лет донбили до 24 февраля. Сколько. И когда она увидит, что там не было сброшено ни одной бомбы. Несмотря... Там есть только одно видео, где какие-то там непонятно кто говорят. Да, там самолеты летели и бросали. Где самолеты? Какие самолеты? Чего бросали? Потом этот фейк развенчали и сказали, что это российские грады били. Вот. То есть нет ни одного, ни доказательства, ни факта, ни мощного аргумента, который бы говорил, что хоть одна бомба была сброшена на Донбасс. С обеих сторон. Что за мантра вот эта вот? Уже достали они меня с этой мантры. Донбили бомбас, блин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин